Первой прибыла делегация из Белоруссии. Всего 4 человека, 3 пилоты, 1 запасной. На этих же Су-25 они будут выступать на авиадарце. Для Виктора Горового это не первое соревнование. Он участвовал в авиадарце в 2016-м, был запасным пилотом. Тогда команда заняла второе место в номинации «Штурмовая авиация». Сейчас Виктор приехал как участник. Остальные пилоты на соревнованиях впервые. Радость ощущается. Погода нам позволила выполнить сегодня перелет без переноса, без ничего. И спокойно, без какого-то излишнего напряжения, мандража. Китайской делегации прилетела на самолете своего производства. Транспортники аналоги российского Ан-12. По традиции команду встречали хлебом с солью. С прилетом удачи в решении задач, которые поставило вам командование. В этом году впервые китайская делегация будет выступать на штурмовиках военно-транспортной техники. В Россию прилетят истребитель «Дзянь-10» и бомбардировщик «Дзяньхун-7А». Стараемся выполнить боевую задачу. Задачу. Задачу и поднять между обеих военных стороны дружба. Авиадарц – это соревнование между военными летчиками. Они покажут, как умеют преодолевать систему противовоздушной обороны противника, поражать его наземные цели с помощью авиационных пушек, неуправляемых и управляемых ракет, авиабомб. Условия конкурса в этом году немного изменились, но сверхзадачи никто летчикам не ставит. Главное – это соревновательный элемент в навигации, боевом применении, разведке. Рязань принимает авиадарц в третий раз. Соревнования будут проходить на аэродроме в Дягилево и полигоне в Дубровичах. Сам конкурс проводится с 2013 года. В 2014 вышел на международный уровень. В этом году состязания вошли в программу четвертых международных армейских игр, которые пройдут с 28 июля по 11 августа. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...